Здравствуйте! В эфире специальный выпуск программы Ужи Галажо «Открытый разговор», который посвящен народам Чувашии, их взаимоотношениям и диалогу. А сделано в этом году в этом направлении немало. Провели первый съезд, объединились в ассамблею и принято решение о создании Дома дружбы народов. В октябре прошел первый в истории Чуваший съезд народов. Именно там состоялся очень важный и предметный разговор о том, как живется представителем разных национальностей, этнических групп конфессий на территории нашей республики и как мы все будем жить дальше. Хороший получился разговор. Не монолог и не диалог, а полилог. Полилог – слово редкое, как и явление. Услышать в хоре каждый голос может только очень чуткое музыкальное ухо, а услышать в общем разговоре каждого может только очень внимательное, доброжелательное сердце. Мне понравилась эта национальность Чувашии. Они тоже, как мы, дружелюбные. Тут очень красиво и погода хорошая, и народ такой хороший. Очень прям. Так думают не только студенты из Туркменистана, но и представители разных российских республик, стран ближнего и дальнего зарубежья. Всего 128 народностей и 8 этнических групп. Исторически сложилось так, что территория современной Чувашии населялась четырьмя народами – Чувашими, русскими, татарами и мордвой, точнее Эльзя. Но и в стародавние времена с ними прекрасно уживались морейцы, башкиры, удмурты, евреи, грузины, поляки. Конечно, их было меньше, чем сейчас, но ведь были. И это свидетельствует о дружелюбии и гостеприимстве коренных народов. В первые годы советской власти во вновь образованную Чувашскую автономную область один за другим стали приезжать по распределению выпускники вузов из столицы и других регионов, специалисты и партийные работники с семьями. Нередко заглядывали революционные деятели из разных стран, но по-настоящему великое переселение началось с приходом беды. С 1941 по 1945 год население только Чебоксар увеличилось в четыре раза. За счет эвакуированных из прифронтовых областей, рабочих, приехавших из сельской местности, и из других, более пострадавших от войны голодных регионов. В Чувашии было спокойно. Местные жители действительно делились последним куском хлеба, а приезжие охотно отдавали все, что имели – знания и опыт. Трудное время было, конечно. Голодно, холодно. Я даже от голода однажды текла, распухла все. Но вот эти вот люди, которые приехали, привезли этот завод Хернс, это были прекрасные люди. Даже трудно говорить. Не дали погибнуть. Для нас это были наши и папа, и мама, и все тут было. Какие они были внимательные, какие они были добрые. Вот сейчас не такой народ, не такой. Вот. Сами-то аскиты, сами не обостроенные. Две-три семьи живут в одной комнате, да, а с нами вот так вот обращались. Очень. Опекали нас очень. И мы учились не на словах, а на примерах учились быть людьми. Мне кажется, получилось что-то. В послевоенные годы в Чуваши, как и во всей стране, началось небывалое строительство. Строились заводы и фабрики, школы и больницы, жилье и дороги. И везде нужны были квалифицированные специалисты. Армяне, азербайджанцы, грузины, прибалты, народы севера. Семья жителей Чуваши становилась все более многонациональной. Надо сказать, большинство приезжих остались здесь даже после развала СССР. Сегодня, по их мнению, пришла пора вспомнить об этих периодах нашей истории, повторить раз и навсегда выученный урок. Советы нужны. Сегодня, вы сами знаете, давление из Запада, давление из-за океана, будем говорить, Соединенных Штатов Америки. Сегодня всегда оно было и во время царской России, и Советского Союза, и современной России. Мы всегда побеждали, не взирая национальности, в Европе, в Европе, в Европе, мы всегда побеждали врага и недоброжелателей. Поэтому мы должны всегда показать всем мире, что мы живем дружно, прекрасно, комфортно, нам делить ничего. У нас есть Родина, это Россия. На первом в истории Республики съезде народов Чувашии говорили о том, что скрепляет любые отношения лучше всего, об общем прошлом. Слишком много произошло за слишком короткий промежуток времени. С лица земли исчезла огромная страна. Появилось множество новых, поменялся общественно-политический строй. Нам надо заново учиться выстраивать отношения друг с другом, опираясь на собственную память. Она, как правило, хранит лучшие моменты. Когда меня назначали в Чувашию, мне сказали, зачем ты туда соглашаешься. В Чувашии стала республика. А я сказал, иди именно, я должен быть и там, где и плохо. Ну, время пройдет и будет хорошо, и в Чувашии. И вот я сейчас вижу, что действительно Чувашия другая совсем стала. А народ Чувашии. Я очень полюбил, и они полюбили. Я сам русский. Поэтому я уже, будем говорить, Чувашия нужна, потому что 40 лет здесь. У народов, проживающих на одной территории, всегда есть объединяющее начало – любовь к общему делу. В Чувашии мы действительно живем, как одна семья. Наша уникальная культура, соединившая достижения многих народов, несет в себе философию добра и созидания, уважения к людям разных конфессий и национальностей. Сегодня Чувашия объединяет представителей 128 национальностей, 8 этнических групп и 14 конфессий. Многие годы в регионе сохраняется социальная стабильность, в ее основе – многонациональное единство, дружба народов и патриотизм. Мы бережно относимся к культурному наследию наших предков и с поколения в поколение передаем народные традиции. В сердечном благодарю представителей всех народов, проживающих на территории Чувашии, за ваше уважительное отношение к друг другу, за бережное отношение к миру и согласию в нашей республике. Национальный вопрос – один из самых острых. Он может стать созидательным началом, а может превратиться в камень преткновения. Здесь достаточно простора и для научно-культурных исследований, и для политических спекуляций. Россия, как одна из самых многонациональных стран мира, знакома со всеми проявлениями полиэтничности. Процесс глобализации, охвативший все страны мира, создает противоречивую ситуацию. С одной стороны, открываются невиданные до сих пор коммуникативные возможности. Спутниковое телевидение и интернет создают колоссальные перспективы для развития межнациональных связей и культурного сотрудничества. Но в то же время, глобализация зачастую ведет к нивелированию национальных особенностей, насаждению чуждых культурных стереотипов, агрессивности и нетерпимости. Муфти напомнил, Бог создал народы разными, чтобы они познавали друг друга и соревновались между собой в добре. В Чувашии уверены, так оно и есть. И давно уже научились выходить из любых положений, призывая на помощь юмор и смекалку. Лет 25 тому назад случилась татарская Чувашская свадьба. Племянница полюбила Карабай-Шабашинского Чувашина Валеру, решили пожениться. Ну и вот, в дом невесты пришли свататься из деревни Карабай-Шабаши. Самые главные свахи пришли в дом невесты. Их новоисмещенные татарские свадья встретили. Пригласили за стол. На одной стороне усеяли свахи Чабашсе, на другой стороне сватья Тутар Мишазен. Но нет контакта. Чего-то не клеится. Мой дядя, поняв что-то неладное, позвал меня в сторонку и говорит, ты клубный работник, давай, выведи нас с этого неудобного положения, помоги. Долго не думал, я вышел в зал. Тогда еще я и сейчас больным вокалом не владею. И говорю, ингезем, чувашсем, пичезем, хамешинзем. Ты даже чешкизене. И пушкларом. Ты барда сатара турлаши, ты барда сатара турлаши, ай-яй-яй-яй турлаши. Магалдан мала каяшин, ай-яй-яй-яй каяшин. После этих песен, вот как бы расслабились, и мои, так вот всем, все расслабились. Слава Богу, 25 лет, великолепная семья. Согласитесь, такие примеры очень красочно иллюстрируют многовековую историю добрососедства. И в наших силах украсить дальнейшее повествование еще более яркими картинками. Именно поэтому делегаты съезда единогласно проголосовали за создание Ассамблеи народов Чувашии, нового общественного института, призванного развивать и укреплять межнациональное единство и культурное строительство в республике. Председателем Совета Ассамблеи избран Лев Кураков. Он сразу обозначил круг задач, к решению которых присоединится Ассамблея. Актуальные вопросы дальнейшего совершенствования национальной политики, вопросы развития духовности и нравственности, укрепления российской государственности, на основе национальной идеи великой силы, объединяющей все народы России. Идея создания Ассамблеи пришлась по душе национально-культурным объединениям, а их на территории Чувашии действует 34. У кого-то, например, у татар несколько центров, а у кого-то один и совсем небольшой, как у немцев. На диаспоры и вообще на национальную культуру нужно обратить особое внимание. Особенно, например, многие диаспоры, они не имеют какого-то своего компактного проживания. Вот мы находимся в Чувашской республике, и мы живем дисперсно. У немцев, как известно, с определенных времен нет своей республики, нет определенного компактного места, и поэтому в одиночку очень трудно решать какие-то проблемы. И мы хотим объединиться для того, чтобы друг другу помогать. Есть более сильные центры, наполненные человеческими ресурсами, поскольку больше людей, представителей этой диаспоры проживает. И поэтому, конечно, сообща всегда решать проблемы какие-то легче гораздо. Вот для этого мы и собираемся, чтобы придумать что-то, чтобы вместе, наконец-то, начать работать и взаимодействовать. Национально-культурным объединениям нужен общий дом, где можно собраться, обсудить насущные вопросы, провести национальные праздники и уроки родного языка. Об этом говорили на Первом съезде народов Чувашии. Пожалуй, никто не думал, что этот вопрос решится так быстро. 21 ноября глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал указ. Ассамблее передали вот это здание. По адресу город Чебоксары, улица Хузангая, дом 20. Это сложное время, 3,5 тысяч квадратных метров, передано в распоряжение. В распоряжение наше. Не Иванову и Петрову принадлежит это здание, а принадлежит всему народу. Всем. Это наш общий дом. Общий очаг. Для детей надо организовать. Мы должны заниматься воспитанием молодежи. Это первейшее обучением, воспитанием детей. Это первейшая задача. Там должны быть разные кружки, разные направления, разные и так далее. Там должна быть, как его, тысяча детей. Должно крутиться. Один кабинет закрывается, второй открывается. Одно мероприятие завершилось, второе начинается. Конечно, здание Дома Дружбы Народов требует большого ремонта. И ожидать, что уже завтра здесь зазвучит речь на разных языках, не приходится. Но есть начало, общая цель. А совместная работа только укрепит дружбу между народами Чуваши. И, естественно, нам придется много работать, чтобы этот дом действительно стал домом. Пока, можно сказать, это фундамент, хотя на здании есть. Много надо туда вложить и душу, и средства. И, конечно, много нам придется в этом плане работать с вами. То есть, что касается, вот в ближайшее время, я думаю, мы найдем общее такое решение по содержанию Дома Дружбы. На общественных началах только здесь мы не сможем его сделать комфортно, уютно. Конечно, нужны средства, понимаете, все. Вот, учитывая этот, хочу вот сейчас сказать, с 2018 года мы начнем финансировать на реконструкцию самого здания. Мы его заложили. Вот, связи даже, можно сказать, вы все знаете, у нас будет в 20-м году столетие республики будет. Вот, был уже на верстном план, был принят согласован Минкультура России. Мне пришлось специально, вот, недавно поехал я в Москву, вернул вот этот согласованный проект. Вышли мы в инициативу правительства республики с той инициативой, чтобы распределение средств пересмотреть. И Министерство культуры России нас поддержало, хочу сказать, спасибо им. Вот, все-таки мы доработали этот план, и мы успели в этом году включить, вот, как раз на реконструкции Дома Дружбы. То есть, 18,5 миллионов мы заложили на ремонт вот этого здания с 2018 года, Олег Пантимович, пропорционально мы будем получать в 2018, 2019, 2020 году где-то по 5-6 миллионов каждый год. Ассамблея народов Чувашии ставит перед собой не только цели сохранения национального и культурного многообразия, но и задачи. Создание условий для изучения языков, традиций, народных ремесел. А как это можно будет сделать, наглядно продемонстрировали на форуме через культуру к согласию народов. Это первое событие, которое состоялось под эгидой Ассамблеи. Дорога к дружбе и межнациональному согласию трудна и длина. Историю цивилизации это наглядно иллюстрирует. И даже сегодня, в 21 веке, мы понимаем, как далеки наши отношения от совершенства. Сократить путь можно, если начать общаться на понятном всем языке, например, на языке культуры. Участниками форума стали более 200 человек, деятели культуры, литературы и искусства, мастера декоративно-прикладного искусства, кинематографисты. Своих делегатов прислали Башкортостан, Дагестан, Карелия, Хакасия, наши соседи по Приволжскому округу, Киргизия и Республика Молдова. Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы заявить, что мы едины духом, преданности своему Отечеству и ценностям дружбы и единства наших народов. Мы едины в своем патриотическом стремлении утвердить величие России, ее граждан и народу. И для этого нам надо быть всегда вместе. Если и есть что-то, способное рассказать о народе больше, чем его вышивка, то мы этого не знаем. Даже сказания и песни не в состоянии передать национальный код, зашифрованный в древних узорах. Каждый стежок исполнен глубокого смысла. Весь костюм, как мозаика, складывался из множества элементов, и каждый имел свое значение. Головной убор, сорока называл. Она тоже, смотрите, была со звоном «Почему?». Вот этот звон отрукивал нечесть, да? И так как на затылке у нас некому было оберегать, делались вот такие глаза. Глаза. Это глаза. Глаза. Несмотря на то, что мы ближайшие соседи, мордовская вышивка отличается от чувашской. Хотя некоторые приемы одинаковы. А вот башкирские узоры абсолютно не похожи ни на чувашские, ни на морейские, ни на мордовские. Башкирские мастерицы вывязывают цветы на ткани с помощью крючка. Это древняя техника. Вообще-то в конце 20 века она сошла на нет. Уже перестали вышивать. Остались только бабушки старенькие. Вот они нас и научили. Пока они были живы, воспользовались этим моментом, скажем. И вот успели научиться. А теперь сами передаем молодым. Что еще необходимо передать молодым, чтобы связь времен была такой же прочной, как нити народных узоров. У всех свои секреты. Но есть одно условие. Надо быть не просто толерантными, а относиться друг к другу с искренним уважением и интересом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова